Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Главные гости – свидетели того великого дня. В Самаре прошел парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Самаре завершился фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Кульминацией стал галоконцерт на площади Куйбышева, собравший исполнителей из восьми стран. В Самаре раньше обычного начался покос травы. Это связано с теплой погодой, которая установилась в столице региона в апреле. На Самарской набережной появилось продолжение Каштановой аллеи. Деревья высадили депутаты Городской думы, представители общественных организаций и жители города. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Согласно документу, правительство России и органы исполнительной власти субъектов России должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан России, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов в 2023 году в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Такие сборы проходят ежегодно в соответствии с Федеральным законом об обороне от 1996 года. Самый важный, долгожданный и светлый праздник в истории страны встретила в эти дни Самара. 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции праздничная программа дня начиналась с военного парада на площади Куйбышева. В нем приняли участие первые лица региона и города, воинские части Центрального военного округа, студенты, кадеты и юнормейцы. На торжественном шествии побывали и наши корреспонденты. Главные гости каждого военного парада в честь победы в Великой Отечественной войне – это свидетели того торжественного дня. Почетный гражданин Самары Максим Аваденко признается, то время никогда не забудет. Он уже готовился и сам уйти на фронт, но война закончилась триумфом советских войск. Конечно, я очень помню, когда она кончилась, ей 15 лет было, а все предыдущие годы мы, дети, все думали, как бы быстрее стать старше и прийти в армию и защищать нашу Родину. С Днем Победы уважаемых ветеранов и всех гостей парада поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи. На защиту нашей Родины, на смертный бой с фашистской силой встала вся страна. В каждой семье есть свои герои. И поэтому память об их подвиге будет жить вечно. С праздником, дорогие земляки! Слава народу-победителю! Слава России! С Днем Победы! Открывала парад по традиции знаменная группа, которая вынесла государственный флаг России и Знамя Победы. Официальную копию боевого полотнища, который был поднят над Рейхстагом. После чего торжественным маршем по площади Куйбышева прошли парадные расчеты соединений и воинских частей. 2-й гвардейской армии. 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобукской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени тяжелой бригады. 105-й отдельный орденов Красной Звезды и Кутузова 3-й степени бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Приволжско-Уральского соединения противовоздушной обороны воздушно-космических сил, главного управления МВД России по Самарской области, Росгвардии и МЧС. Вместе с ними маршировали студенты самарских университетов, кадеты и юнормейцы. Выросло три послевоенных поколения, сыновей, внуков и правнуков, советских солдат-победителей. И вот уже они стоят на страже и находят в себе силы и мужество, отстаивая завоевание дедов и правил. Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Затем вышла колонна современных боевых машин, пикапы УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», два бронетранспортера БТР-80, новейший бронеавтомобиль «Ахмат», созданный на базе серийного КАМАЗа в ходе специальной военной операции, и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». А завершился парад прохождением военной техники времен Великой Отечественной войны, которая была заботливо восстановлена реставраторами. Они и сами за рулем этой техники в военной форме того времени. На протяжении всего парада гостям помогали волонтеры Победы. Они сопровождали ветеранов, помогали зрителям найти свою трибуну, раздавали воду и георгиевские ленточки. Сегодня у нас волонтеры и здесь, и на возложении цветов, и будут помогать на других мероприятиях. Также обязательно они сходят еще к ветеранам, чтобы поздравить их лично с праздником. Также на экранах на площади Куйбышева показали прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина с военного парада на Красной площади в Москве. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. После Парада Победы губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций и объединений, возложили венки и цветы горельефу скорбящей матери Родине на площади Славы. У Вечного Огня жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость страны, сражаясь с врагом во время Великой Отечественной войны. Также в День Победы на площади Славы прошла торжественная церемония занесения имени Андрея Соколовского в списке Героев Отечества на памятную доску Героя Российской Федерации, мемориала Куйбышевцы Героя Советского Союза. Андрей Соколовский принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента Владимира Путина защитнику было присвоено звание Героя России посмертно. В продолжении праздничной программы в День Победы на площади Куйбышева прошел концерт «Страна героев». Свои танцевальные и песенные номера представили как местные творческие коллективы, так и приглашенные гости из других регионов. Хедлайнером программы стала российская рок-группа «Сурганова и оркестр». Об эмоциях, подаренных в этот праздничный день, расскажет Михаил Ермоленко. Главные праздничные концерты в День Победы на площади Куйбышева открывали самарские коллективы. На одной сцене собрались как известные самарские музыканты, виртуозно владеющие самыми разными инструментами, так и совсем юные артисты. Каждый номер предваряли рассказы о героях и событиях Великой Отечественной войны. «День Победы – это великий праздник нашей страны, нашей Родины. Это гордость для нас, победа нашего народа, великого, многонационального. Были на параде, все понравилось, все прекрасно. Приехали вечером на концерт. Идеально все классно». «Девятое мая, я считаю, серьезный праздник для России. У меня тоже прадед воевал, был сапером. Тяжелое, видимо, время было. Вот Россия победила, все хорошо. И слава Богу, что мы каждый год отмечаем этот праздник, не забываем наших героев». В этот день со сцены прозвучало множество поздравлений. По видеосвязи к самарсам обращались и представители других стран, например, из города Бреста, Республики Беларусь. «Когда 28 июля 1944 года в Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись последнего защитника этой крепости. Умирают, но не сдают. Возвращая родина, а рядом дата. 20 июля 1941 года». Хедлайнером концерта «Страна героев» стала российская рок-группа «Сурганова и оркестр». Артисты исполняли известные композиции военных лет и песни, написанные по мотивам событий Великой Отечественной войны. В завершении праздничной программы «Самарцев и гостей города» поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Я поздравляю вас от всего сердца с самым святым праздником для нашей страны. 78 лет назад наши деды и прадеды возвращались к мирной жизни с победой. И сегодня в каждой российской семье отмечается этот святой для каждого из нас день». Под занавес над площадью Куйбышева прогремели залпы праздничного салюта. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. «Они не пройдут». Под таким девизом в Самаре прошел фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». На завершающем галоконцерте на площади Куйбышева побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. «Дух единства, патриотизма и атмосфера праздника царили на площади Куйбышева в эти выходные. Галоконцертом завершился фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». На сцене не только российские исполнители, но и артисты из Франции, Великобритании, Испании, Никарагуа, Словении. Я здесь в рамках фестиваля антифашистского, и это тоже моя жизненная позиция, поскольку однозначно считаю, что неправильно считать кому-то себя выше остальных. У вас просто край чудесный, поэтому и народ чудесный здесь. Я, как человек из Франции, хочу открыть свое сердце людям из Самары. Я хочу, чтобы люди из Никарагуа, из Испании, из Великобритании, из Германии приехали здесь. И они приехали, и они будут просто показать, что мы любим русский народ. Мы любим русских, и мы с нами, мы с вами, мы все вместе за победу». Этот фестиваль разрушил миф об изоляции России, рассказал губернатор Дмитрий Азаров. И участие иностранных гостей тому подтверждение. «Сегодня мы вновь противостоим нацистской угрозе. И я уверен, что так же, как когда-то, 80 лет назад, наш народ с нашими союзниками, оттолкнувшись от берегов Волги, очистил мир, Европу от нацизма, так будет и в этот раз». В числе зрителей на площади Куйбышева была и глава Самары Елена Лапушкина. Песни военных лет, современные авторские композиции, протестный рок, народные напевы и танцы. Гитара, волынка, аккордеон и фортепиано. Над самой большой площадью в Европе прозвучало многообразие голосов и мелодий, объединенных единым духом патриотизма и борьбы за антифашистские идеалы. «Чувство патриотизма переполняет единство с нашей страной, с нашим народом. Что вот в такой праздничный день, несмотря на погоду, мы все здесь собрались. Это замечательный фестиваль. Благодарность огромная, конечно, организаторам». «Мы за Родину, мы за Россию, мы за перминатора и за президента! Ура!» «А что такое патриотизм? Это любовь к своей Родине, любовь к своей маме, к своей семье. То есть вообще Родина – это что? Это жена, это Родина, дети – это Родина, дом – это Родина. И это все патриотизм». Почетным гостем фестиваля стал голливудский актер, режиссер, сценарист, мастер боевых искусств и, как оказалось, блюзмен Стивен Сигал. Он проделал путь в 17 часов, чтобы встретиться с самарской публикой. Перед концертом он побеседовал с журналистами о политике, патриотизме и творчестве. Актер рассказал, что по его венам течет и русская кровь, поэтому приезд на самарскую землю стал для него особенным событием. «Мы смогли проехать вдоль Волги. Безусловно, это прекрасная река. Я надеюсь, что еще посмотрю достопримечательности. У вас замечательное место, замечательный губернатор. Надеюсь, что он останется с вами еще долгое время. И я, безусловно, надеюсь вернуться сюда еще не один раз». Сам фестиваль, по мнению Сигала, должен стать ежегодной традицией. Актер рассказал, что приезжал в зону СВО и убедился, что проблема возрождения идеологии превосходства одних над другими действительно существует. Поэтому так важно помнить историю и не допускать дальнейшего распространения фашизма на Земле. В завершение праздника со сцены прозвучали мировые блюзовые хиты в исполнении Стивена Сигала совместно с группой «Ди Блэк». Калина Топилина, Григорий Плешаков, Игорь Казановский и события. Сотрудники УФСБ России по Самарской области предотвратили теракт. Уроженка Украины, а ныне гражданка России, хотела передать неустановленному лицу компоненты для совершения поджога на площади Куйбышева в период проведения международного антифашистского фестиваля. Подробности в нашем сюжете. Наслед гражданки России, уроженки Украины, сотрудники УФСБ России по Самарской области вышли в апреле в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что бывшая гражданка Украины причастна к сбору и передаче неустановленному лицу информации в отношении объекта военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, а также к сбору компонентов для приготовления зажигательной смеси. Злоумышленницы задержаны сотрудниками УФСБ после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились вышеупомянутые химические компоненты. В ходе обследования ее автомобиля изъято средства мобильной связи, в которых выявлена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины. Как выяснилось, задержанной является сторонницей украинских вооруженных формирований, и указанный предмет она купила, чтобы передать неустановленному лицу для совершения им поджога на территории площади Куйбышева в период проведения международного антифашистского фестиваля с 1 по 6 мая с участием более тысячи человек, с целью воздействия на органы власти России и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции. Что тут делаете? Нахожусь. С какой целью? Можно я потом отвечу на вопрос? Тут же переписки есть. Наш человек его заберет и 1 мая на площади Куйбышева совершит поджог. Это от кого сообщение? Как с ним познакомились? Сам человек написал. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников. Виктория Шара из События. На Самарской набережной появилось продолжение Каштановой аллеи. Деревья высадили депутаты городской думы, представители общественных организаций, жители города. О том, как преобразился город, расскажем в сюжете. Каждому по лопате и саженцу. В составе экологического десанта участницы сообщества про женщин и депутаты городской думы. В помощниках – жители близлежащих домов. Территория Самарской набережной рядом с шестым причалом стала еще красивее. Тут появилось продолжение аллеи каштанов. В прошлом году мы начали. Первый этап – порядка 30 каштанов посадили. Сегодня еще 20 будем сажать. И если место останется, еще досадим. Важно, потому что это единение, важно, потому что это хорошее настроение. И, конечно же, это благоустройство района и города. Каштаны выбраны не случайно. Они символизируют доблесть, мудрость и заботу. А еще они неприхотливы, хорошо переносят разные почвы, любят свет и устойчивы к ветрам. Каштаны очень красиво распускаются, красиво цветут. И они, ну, такие долгожители всегда. И в наших условиях хорошо проживаются. Эколого-патриотическую акцию приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ну, сегодня такое важное событие. У нас присутствуют два ветерана Великой Отечественной войны, которых мы поздравляли в преддверии 9 мая. И в честь них также будут сегодня высажены деревья. Примерно через три года деревья начнут цвести. Когда они разрастутся, у граждан появится новое место для прогулок и отдыха. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. В Самаре начались работы по покосу травы. Это связано с теплой погодой, которая установилась в столице региона уже к концу апреля и прошедшими недавно осадками. Травяной покров резко пошел в рост и достиг 15-20 сантиметров. В настоящее время все профильные муниципальные предприятия и подрядчики работают на придорожных газонах, в общественных пространствах и в других зонах озеленения. Покос осуществляют только днем, чтобы ночью не доставлять неудобств жителям города. Тему продолжит Ольга Павлова. Непривычная для среднего повозья апрельская жара и последующие осадки спровоцировали быстрый рост травы и сподвигли сотрудников профильных муниципальных предприятий и подрядчиков начать работу по покосу немного раньше обычного. По нормативам траву начинают срезать специальными триммерами и газонокосилками, когда ее высота достигает 15-20 сантиметров возле дорог, на бульварах, в скверах, парках, на набережной и других общественных пространствах. На площади около 700 гектаров трудится порядка 30 бригад. Покосом травы со 2-й декады мая займутся и внутригородские районы. Здесь предстоит привести в порядок площадь в 1700 гектаров. В Кировском районе Самары работа вдоль уличной дорожной сети уже в активной фазе. Покос у нас начался в конце апреля. В первоочередном порядке прокашиваем все центральные улицы. Это улица Победева, проспект Кирова, проспект Менталургов. С момента начала покоса было скошено 4 гектара травы. Все сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, включая средства защиты для глаз. Соблюдению техники безопасности уделяется повышенное внимание. Обычно за теплый сезон срезать траву приходится до 4-6 раз. Покос осуществляется только днем, чтобы поздно вечером, ночью или в самые ранние утренние часы работающая техника не создавала неудобств жителям областного центра. Кратность покосов зависит от скорости роста травы. При значительной влажности рост ускоряется, а значит увеличивается количество покосов. Если нет дождей, обычно хватает недели на 3. Если идут дожди, то обычно в полторы недели трава опять подымается и приходится коситься. В зависимости от погодных условий количество покосов не меняется. После покоса высота травы не должна превышать 3-5 сантиметров. После основных работ идет подбор. Траву сгребают в кучи, складывают в мешки и утрамбовывают для удобной перевозки и дальнейшей утилизации на полигонах. Удаление сорной аллергенной травы происходит только вручную. Такие растения нужно выдергивать с корнем. Правда, это станет актуально ближе к лету, когда начнет всходить амброзия. Этот сорняк в числе наиболее аллергенных, поэтому ликвидировать его необходимо еще до цветения. Сезонный уход за газонами и другими городскими территориями необходим и для обеспечения безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. На одном объекте работали сразу два асфальтоукладчика. В Самаре оперативно завершился ремонт улицы Ирошевского, которую на всем протяжении обновили на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись преимущественно ночью, чтобы не создавать помех для движения машин. Тему продолжит Ксения Баканова. В Самаре на улице Ирошевского еще в минувшую субботу перешли к следующему этапу ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Чтобы побыстрее избавить местных жителей от дискомфорта, связанного с ремонтом, на участке было решено сосредоточить как можно больше дорожно-строительной техники и тем самым оперативно уложить новое полотно автодороги от борта до борта. Данный участок очень зауженный, паркуются автомобили, поэтому приняли решение, чтобы как-то создавать дискомфорт местным жителям, закрыть данный участок двумя асфальтоуплачниками. В ритме вальса на объекте, причем на разных его участках, работали несколько разнотонажных катков одновременно. Такая синхронность и использование щебеночно-мастичного асфальтобетона смесящем А16 с гранитным щебнем в составе для придания прочности дорожному полотну. Проезжую часть привели в нормативное состояние на площади около 12 тысяч квадратных метров. Фрезерование старого слоя покрытия началось еще в конце апреля. Изношенное покрытие удалили от улицы Новосадовой до улицы Маломосковской. Теперь все полтора километра дороги в полном порядке. Кроме того, на проектной отметке выставили люки инженерных коммуникаций, и теперь они на одной высоте с новым дорожным слоем. Контроль за ходом ведения работ ведется в круглосуточном режиме, за тем, чтобы подрядные организации использовали необходимую связь по муниципальному контракту и выполняли всю работу по ремонту, по технологии. То есть это должны быть подготовленные основания, обеспыленные, просушенные, с розливом вяжущего битумного, для того, чтобы обеспечить необходимую объездию покрытия нового и старого. Укладка асфальтобетона – сезонная работа, качество которой зависит от погодных условий. Ее нельзя проводить во время или сразу после дождя. Нужно дождаться, пока основание дороги полностью просохнет. Допускается укладывать покрытие локально. Однако стыковка одного остывшего покрытия с другим все-таки нежелательна. Через швы может проникнуть влага и спровоцировать разрушение дорожного полотна. Поэтому перед устройством нового покрытия на улице Ярошевского рабочие сначала выгждали, когда на участке все просохнет. Работы на участке велись в интенсивном темпе. При условии отсутствия осадков с укладкой асфальтобетона по основному ходу рабочие справились за считанные ночные смены уже к 8 мая. Содержанию дорог вблизи образовательных учреждений уделяется повышенное внимание. Так, на отрезке от улицы Гая до улицы Мичурина расположены детский сад номер 264 и гимназия номер 54. Ранее родители и педагоги уже просили обновить дорожное полотно, чтобы подъезд был комфортным и пробки были минимизированы. С учетом обращений, объект включили в график ремонта в числе первоочередных. Гарантия на новое покрытие составит 5 лет. Ксения Баканова, Петр Поломеев, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация промышленного района Самары сообщает о том, что продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. По улице Победа 97 ведется укладка первого слоя травмобезопасного покрытия и установка малых архитектурных форм. Это стало возможным после того, как жители приняли участие в иноцпроекте «Жилье и городская среда». Вы также можете принять участие в преображении района. Для этого нужно проголосовать за объекты благоустройства на сайте госуслуги. От промышленного района в голосовании участвуют парк Воронежские озера, парк Молодежный и сквер Калинина. Какой будет Самара, решать ее жителям. Каждый может сделать шаг навстречу благоустроенной среде вокруг себя и поучаствовать в оформлении родного города. Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру. В нем принимают участие 20 общественных пространств. Голосование продлится до 31 мая. По его результатам определится, какие территории будут благоустроены уже в следующем году. Приемная кампания с использованием суперсервиса поступление в ВУЗ онлайн стартует 20 июня. Абитуриенты смогут подать документы в ВУЗ онлайн через госуслуги. При этом остается возможность подать заявление очно по почте или через сайты ВУЗов, например, через личный кабинет абитуриента. В этом году к суперсервису подключены 1021 образовательная организация и их филиалы. Заявление можно подать во все ВУЗы, находящиеся на территории России. Чтобы подать заявление онлайн, нужно зайти в аккаунт на портале госуслуги в графе «Поиск» и написать «Поступление в ВУЗ» и в подсказках «Бота» нажать «Подать заявление». Затем заполнить заявление, выбрав не более пяти ВУЗов и пять направлений в каждом. Конкурсных групп при этом может быть больше. Отправьте заявление, запишитесь на вступительные экзамены, если нужно, и следите за уведомлениями в личном кабинете. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»